Так выглядят сегодня границы России с Финляндией. По суше, в Евросоюз, россияне теперь могут попасть только здесь. Для этого нужна шенгенская виза. Причем в Хельсинки ранее заявили, что будут отказывать в туристических визах российским мужчинам, если есть подозрение, что в Россию они не вернутся. Здесь в основном россияне с визами. У них либо однократная, либо многократная виза. По сравнению с прошлой неделей, потов куда больше. Тогда в четверг проехали 4000 машин, а за вчера уже 5000. Без визы, но с загранпаспортом, из России можно уехать в Грузию. На пункте пропуска Верхний Ларс пробка порой растягивается больше, чем на 10 километров. Кто-то пытался проскочить очередь необычным путем. А если ты на самокате, либо велосипеде, либо на роликах, то ты становишься в первый ряд. Сразу же подходишь и проходишь границу. Соответственно, единственное, что нужно будет сделать, это пройти 8 километров. Проехать, пройти вот сейчас, вот таким вот образом. Кому нужны самокаты, пишите. Подвезем. Правда, говорят, сегодня в Грузию на обычных самокатах пускать перестали. Теперь проехать без очереди можно только на электрических. В одном из чатов, где делятся такими подробностями, сейчас уже больше 90 тысяч подписчиков. Все прохождение границы заняло у нас 12 часов. Почему так долго? Количество машин там было? Не знаю, мне кажется, как-то медленно пропускали российские пограничники как-то. Перешедшие границу рассказывают. Мужчин российские пограничники могут расспрашивать по 20 минут. Служил ли в армии, есть ли военно-учетная специальность. Но пока в выезде из страны не отказывают. Еще одно популярное направление – Казахстан. Вот одна из инструкций в соцсетях. Ребята, лайфхак, как срочно спрятаться за границу, не тратя миллиард за билет. Первое. Добирайтесь до Омска. Второе. Садитесь в один из нескольких поездов, которые ежедневно отправляются по направлению Казахстана. Третье. Через 4,5 часа вы в казахском Петропавловске. Виза не нужна. За гранпаспорт тоже. Казахстанские пограничники говорят, машин на границе стало как минимум на 20% больше. Но пробки – лишь на 4 пунктах пропуска из 30. Нашим коллегам удалось поговорить с россиянами, перешедшими границу как раз в Петропавловске. Есть немного такая обстановка асфера паники, когда люди успешно сейчас выезжают с разных регионов страны, разными путями, воздушным, наземным путем. И, в принципе, пытаются люди выехать тогда, потому что никто не хочет, наверное. Я хоть и не совсем годен по здоровью, но все равно не хочу, чтобы мои планы на жизнь были порушены отправкой меня на войну с Украиной, против которой я выступаю. Но даже уехав из России, не все готовы показывать лица и отвечать на вопросы о Путине и властях. Боюсь проевать, не хочу убивать, не хочу быть у них. А вы поддерживали изначально политику Путина? Я не буду отвечать на это. В Алматы рейс из Москвы сегодня ждали студенты с плакатами «Уважай» или «Уезжай». Их задержали полицейские. Сказать, что я против нынешнего приезда в Казахстан выходцев из Российской империи. Это не только мое мнение. Это показывает резонанс в обществе. Никто не гарантирует, что завтра они не станут поддерживать сепаратистские движения и угрожать нашей стране. В МИД Казахстана сегодня заявили, обеспокоенность ростом числа приезжих россиян понимаем, все под контролем, национальная безопасность в приоритете, верим, что граждане проявят мудрость и гостеприимство. Это же братские народы. Я считаю, что мирные жители ни в чем не виноваты. Они боятся войны, да, но они же должны понимать, что это уже не их вина, это уже вина их правительства, что уже вопросы должны быть к ним. Мне кажется, так как мы доброжелательный народ и добродушный, казахи всегда славились этим. Своим гостеприимством надо, как положено, встретить. Зачем они нам нужны? Нам самим и так земли не хватает. Новые люди среди них будут, и высококвалифицированные специалисты в том числе. Ограничение должно быть. А в МВД Казахстана напомнили, что без вида на жительство россиянам можно остаться в стране лишь на три месяца. Антон Бенедиктов. Настоящее время.